В Узбекистане сегодня простились с Исламом Каримовым. Первый президент страны похоронен в родном Самарканде на историческом кладбище. На церемонию приехали около 20 зарубежных делегаций. Российскую возглавил Дмитрий Медведев, который позже встретился с узбекским коллегой. Репортаж Михаила Кинченко. Тысячи жителей Ташкента выстроились вдоль дороги, ведущей от президентской резиденции к аэропорту еще затемно. Похоронная процессия двигалась медленно, чтобы дать возможность людям попрощаться. Они укладывали цветы вдоль обочин, бросали букеты под колеса и на капоты автомобилей. Многие не сдерживали слез. В последний путь первый президент Узбекистана отправился отсюда из ташкентского аэропорта рано утром. Самолет с его телом взял курс на Самарканд. Город, в котором родился Ислам Каримов и в котором он завещал его похоронить. По живому коридору автомобиль с телом Каримова направился из аэропорта Самарканда в старые кварталы города. Туда, где находится дом, в котором он провел свое детство. Здесь же прошли и похоронные обряды. Тело президента обернули в саван длиной в 21 метр. В 10 раз длиннее, чем обычно полагается у мусульман. Проститься с Каримовым приехали правительственные делегации из 17 стран. Президенты Таджикистана, Туркмении, Афганистана, премьер-министры Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Российскую делегацию по поручению Владимира Путина возглавил Дмитрий Медведев. Он встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мерзиёевым. Еще раз хотел бы искренне и от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от имени правительства России, которое я возглавляю, от имени всего российского народа, передать дружественному народу Республики Узбекистан наши самые глубокие соболезнования. Рассчитываю на то, что мы продолгим трудиться над всем комплексом вопросов нашего сотрудничества, сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, над которыми так долго и плодотворно трудился первый президент Республики Узбекистан. Мы будем совместно с нашими друзьями Российской Федерации продолжать вперед идти. На самом деле у нас очень много общего. Вы правильно отметили, что союзные отношения и укрепление этих отношений нам еще предстоит. Я думаю, как вы сказали, что вы готовы. Мы тоже готовы. Среди пришедших попрощаться с Каримовым было очень много молодежи. Узбекистан вообще довольно молодая страна. Из 30 с лишним миллионов почти половине не исполнилось еще и 25. То есть все они родились в то время, когда Каримов уже был президентом. Я родился и видел одного президента. Ислам Абдулгарин Чикаримов. Что будет дальше, это, конечно, остается только загадкой. Дай бог, чтобы преемник был такой же, с такой политикой. Как говорится, экономикой, экономикой, будни буднями. Но когда глобально у нас мирное небо, мы радуемся. Мы, как говорится, спим в теплой постели, утром встаем и идем радостно на работу. Я считаю, это немаловажно. В траурный день никто не захотел обсуждать свои политические предпочтения. Хотя многие все же обратили внимание на то, что похоронную церемонию возглавил премьер-министр Мерзиёев. В восточных традициях это может означать, что преемником будет именно он. Он же был в числе и тех, кто после заупокойной молитвы на главной площади Самарканда, Регистан, на руках нес гроб к мемориальному комплексу Шахизинда, в переводе «Живой царь». Здесь на протяжении веков хоронили знаменитых людей. Последние 20 лет комплекс был закрыт для новых погребений. Исключение сделали только для Каримова. Михаил Акинченко, Дмитрий Кочурин, Григорий Емельянов. Первый канал. Ташкент. Слова сочувствия и поддержки соотечественникам первого президента Узбекистана Ислама Каримова выразил представитель Государственной Думы 6-го созыва Сергей Нарышкин. Он посетил шатер узбекское подворье во время этнокультурного фестиваля в Ленинградской области. Печальное известие пришло о смерти президента Узбекистана Ислама Абдуканиевича Каримова. Мы скорбим вместе с вами. Он сделал очень многое для укрепления такой традиционной исторической дружбы между Россией и Узбекистаном, между нашими народами. Его вклад в укрепление безопасности и стабильности на всем огромном евразиатском пространстве мне трудно переоценить.